Белые облака Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова ДИНАМИ А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова немножко нашего репертуара сегодняшнего. Как называется ваша группа? Наша группа называется Scorby Cases. Это аскорбиновая кислота по-английски. И почему вы так называетесь? В какой-то момент нам это пришло в голову, и мы решили, что это нормальная идея. А какие были варианты? Aircraft Incorporated. Ну да, я соглашусь. Там был полный отстой. Ты откуда взялся, Ром? Да, меня вызвали звали, звали, звали. Мне кажется, мы с тобой где-то недавно виделись. Меня все время зовут, и я так... Просто я люблю «Белые облака». Это как дом. Ну и мы точно заплатили. Так что приходите в «Белые облака». Тут очень хорошая музыка, очень хорошие проекты играют. Спасибо. Кто-то приносит набросок рифа, наметку значит, не знаю, мелодии, еще что-то. Начинаем играть. Начинаем на это дело импровизировать. Поэтому в целом это, наверное, скорее не современная инструментальная, а современная импровизационная музыка во многом. Но уже после этого рождается структура, ну и так далее, формируется. То есть фундамент, дом и так далее. Вот оно все так происходит. И каждый, что важно, что обязательно, что вот все эти 12 лет мы чтим и блюдем, каждый приносит в музыку частичку себя. И еще мы очень любим сложные размеры. И теперь для нас проблема играть 4 четверти. Поэтому обычно мы обычно лажаем на 4 четвертях, а вот что-нибудь сложненькое там, мы это вот мы любим там 13, 19, вот прямо обожаем. Полиаритмия, да. Влетаешь, и никто не слышит. Так что там у нас много лажи в музыке, но никто не замечает. Музыка, это всегда про чувства? Это про состояние. То состояние, которое есть, то это и реализуешь в музыке. В моменте. В моменте. Можно ли реализовать историю? Обязательно. В инструментальном музыке. Каждая композиция — это история. Причем для каждого своя. Это, кстати, крутой вопрос, потому что у нас здесь разные подходы. У меня более такой структурно-математический подход, потому что я был большим фанатом Роберта Фриппа, ну и сейчас им остаюсь. А там подход, что музыка — это дисциплина, что как бы главное, что отличает человека от животного — это наличие самодисциплины, что ты можешь разделять слово «надо» и слово «хочу». И вот эта концепция подходить так к музыке, ну, во-первых, это некая дисциплина, когда ты вместе играешь и пытаешься не столько проявлять свое эго музыкальное, но и чтобы ансамбль вместе звучал. Это более сложная задача, чем просто научиться и себе привить хорошую базу. А второе — это то, что у тебя есть задача строить композиционное свои произведения. Здесь могут быть разные подходы. Я могу сказать, что у нас, наверное, они уже сформировавшиеся, и нам нужно сделать выход за сформировавшийся периметр нашего музыкального мышления. И мы, наверное, да, мы будем над этим работать, но любая музыкальная композиция должна быть историей. Ты к ней приходишь к рассказу этой истории. Вот есть пример, например, что Гаузена есть этот «Майкл с Райзе», это «Путешествие Майкла», где вообще концепция, что вот есть труба — это Майкл, а всякие шумы — это мир вокруг Майкла. И несмотря на то, что там нету таких стандартных музыкальных решений, оно при этом достаточно музыкально слушается, потому что ты видишь некое развитие, динамику изменений, этот сюжет. В хорошей музыке, на мой взгляд, всегда есть сюжет, он всегда прослеживается. Ты был не согласен. Я уже забыл, с чем. А, да, была мысль, что мы привносим как бы свое состояние, да, Дима сказал, что вот в моменте. Отчасти так, но не совсем. То есть ситуация, мне кажется, в моем случае многогранная, что мы возвращаемся к истории, которую некогда придумали, но поскольку каждый с момента придумывания истории что-то уже прожил, что-то уже почувствовал, изменился, он дает какой-то новый контекст, какое-то новое понимание той же самой истории. Поэтому музыка получается все время немножко разная. И она широка для понимания, в том числе, потому что нет вокала, нет текста. То есть мы не сковываем нашу историю, какой-то конкретной историей, выраженной в тексте, а она многогранная. У нас иногда ребята расписывают, что значит та или иная песня, я очень быстро сливаюсь, потому что для меня нет никакой вообще конкретной истории, там какой-то паук какой-то бежит куда-то. Вот у меня вообще не так и происходит. Слушай, есть такая тема, что говорить о музыке, как танцевать, об архитектуре. Но ты сегодня блещешь просто. Да, цитатами великих. Он сейчас процетировал Фрэнка Заппу, но это он выпендривался тоже, как и я сейчас. Можно говорить о том, наверное, у каждого, у нас есть свой референс, мы, поскольку, наверное, любим что-то, что слушали в детстве, да, такое в более раннем возрасте, когда созревали, и есть темы, которые слушаем сейчас, вот там, из нового, молодежного, увлекательного, я там, например, в детстве отлично слушал Михаила Круга и Аллу Пугачеву, вот, я практически вырос на этих песнях. Что ж ты, фраер, сдал назад, не по масти, а тебе, ты смотри в мои глаза, брось трепаться о судьбе. Прекрасно, спасибо. А Кинга Кримсона? Потом появился Кинг Кримсон, Кинг Кримсон начался сразу не с эпохи 69-го года, а с эпохи дисциплин, то есть с 80-х, когда у них там Эдриан Белу был, и Билл Браффорд, вот, такая нововолновская тема, потом уже более ранненькая, а потом там Жако Пасториус, потому что, если ты играешь на басу, ты по-любому дойдешь до Жако Пасториуса, будешь автоматически слушать Везер Репорт, потом ты послушаешь Альфонсо Джонсона и поймешь, что Альфонсо Джонсон в принципе такой же Пасториус, может быть более бешеный, просто про Пасториуса ты знал, а про Альфонсо Джонсона тебе забыли рассказать, а так-то чуваки играли, в общем, ну, похожим образом. Ну, потом, когда ты послушал много басистов, понимаешь, что лучше бы басистам не записывать сольные альбомы, потому что, наверное, вот лучший сольный альбом получился у Пасториуса. Ну, Миллер. Так и Миллер не пишет альбомы как басист, он пишет альбомы как музыкант. В любом случае, ты хочешь там послушать немножко Ноэза, там, какого-нибудь Апекс Твина привнести, немножко такой, электронщины. Давай попробуем топ-3 исполнителей, которые повлияли на ваше творчество. Ну, я говорю про себя, наверное, про свои идеи. Ну, Вутон, Кинг Римсон и Майлз Дэвис. Топ-3. Господи, ужас какой. Продиджи, Металлика. Сейчас. Следующее. Ну, пусть будет Лед Зепплин. Вот так. Это сложно. Ну, Куин точно. Из барабанщиков, наверное, Бенни Грэб. Да. И как человек, насколько вы можете видеть, и как мастер. И третье. Я пока подумаю. Я еще не решил. Ну, в детстве я слушал Пантеру, потом Байохазард, кстати, вот. Вспомнил, да. Клоуфинджер, вот. Клоуфинджер еще был классный трек. Вот как раз ты говоришь хип-хоп, вот Клоуфинджер. А потом я просто стал джаз, ну, не знаю, мне кажется, вообще ты напитываешь себя музыку просто разную. И в какой-то момент ты пытаешься таким же, а, еще System of a Down, только появилась вообще, только появилась, я вот фанат был System of a Down. Да, и никто не знал, я ходил на горбушку, вот на ту самую, где еще диски продавали там, и никто не мог мне продать диск, потому что и не было вообще, я искал, искал. а потом в какой-то момент через несколько недель я нашел, его заслушал за дыр, пел на него там, все, вот я тоже, ну, каждый пародирует, вначале имитирует, или как пародирует, пытается научиться что-то, да, и потом, вот у меня была эпоха джаза, когда я уже поступил в институт, там, училище, там, там джаз, там вообще все, все вот это, металл, это все вот это, все было выкинуто на помойку вообще, и я только, Джон Калтрейн, там, вот, я любитель, там, Кенни Гарретт, да, вот, Кенни Джи, Кенни Джи, кстати, вот позже, почему ты к нему приходишь, сначала слышишь Кенни Гарретта, а потом уже на Кенни Джи, потому что там деньги уже, как-то надо зарабатывать, а то денег нету, отучился, институт закончил, куда деваться, что приходится Кенни Джи имитировать, вот, ну, и как бы, ты просто напитываешь, напитываешь, в какой-то момент ты уже просто понимаешь, что ты вообще можешь всю музыку, тебе все нравится, ну, ты уже начинаешь ее делить на музыку, которая интересная, и казалось тебе тогда интересно, но она была понта, но там были только понты, а музыки там было мало, например, вот, так же и в джазовых музыкантах, их тоже миллион, которые понты-понты кидают, много их знают, много играют, а музыки там, ну, мало, там, ищешь, ищешь, ну, иногда что-то может проскакивать, а в целом, конечно же, вот, напитываешься, уже начинаешь понимать, здесь уже интересно, ты уже, как бы, раскладываешь, как профессионал, и аранжировку, а с другой стороны, и удовольствие получаешь, как именно аудиофил какой-то, да, который слушает на хорошем звуке музыку, то есть, и уже, как бы, ты не пытаешься никого пародировать, ни что-то имитировать, ты просто, ну, как бы, ну, ты иногда слышишь в себе, когда играешь, какие-то моменты, да, о, это похоже на то, я сыграл, но ты это не осознаешь, так же так вот, ну, специально ты это не делаешь, короче, вот, я дошел до такого момента, что я специально не делаю ничего, то есть, я вот, что я могу, то я и показываю, я всегда искал свое, себя, вот, очень сложно найти, когда очень много всего, себя найти определенно, в каком-то звуке, там, в манере, в подаче, ну, мне кажется, каждый должен прийти к тому, что он, то, что он есть, поэтому нет никаких референсов, честно скажу, вот, у меня, их много, я могу, их много, и их нету, то есть, как-то вот так, даже, третий так, ну-ка, да, не будет третьего. Последний вопрос, очень много у людей разных ценностей, в чем ваша высшая ценность в жизни? Зачем ты занимаешься музыкой, зачем ты встаешь по утрам? Поскольку я женат, и у меня двое детей, для меня этот вопрос уже сформулирован и определен, ну, это нормально, у меня есть о ком заботиться, поэтому это определяет все остальное, а музыка, и занятие музыкой, это, в том числе, отличная разминка для мозгов, для креативности, это возможность творить здесь и сейчас, у меня есть одна философская мысль, она у меня внезапно родилась, Она внезапно родилась, и я сейчас постараюсь ее коротко сформулировать, есть такая фраза, что ты, чтобы что-то создать, надо сначала что-то разрушить, и если задуматься, то если ты хочешь создать, например, Давида из мрамора, тебе нужно сначала найти залежи мрамора, вырубить глыбу, доставить, потом откалывать по кусочкам, чтобы, как в Микеланджело, отсечь все лишнее и создать красоту, и вот если ты хочешь создать музыку, все, что ты разрушаешь, это тишину, а поскольку тишина — это ничто, соответственно, и разрушить ты ничто не можешь, поэтому музыка в этом смысле. Очень красиво подводит, что музыку ты создаешь, ничего не разрушая, кроме нервов соседей. Это навеяло, да? Да, 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 навеяло, навеяло, поэтому, слушайте, высшая ценность, довольно пафосно звучит, я думаю, что простота, она, в общем, приводит к правильным поступкам. Береги близких, дари свои лучшие и самые правильные, позитивные эмоции окружающим. Про высшие ценности я ничего не скажу тут. Я могу сказать, что музыка не является главным в жизни, вот это точно, и, наверное, ни одна из деятельностей, она не может, ну и не должна являться главной какой-то вот. Ну, может быть, какие-то люди, которые посвятили себя чему-то одному и достигли каких-то высот небывалых в каком-то деле, в очень полезном обществе, например, да? Я такими людьми восхищаюсь, они посвятили себя чему-то одному. Про себя так не скажу. Отовсюду что-то достается, отовсюду что-то беру. Живем и рады! Друзья, поддерживайте нас на Бусте, чтобы беседка стала еще круче, чтобы мы позвали, наконец, Женнифер Лопес с ребятами сыграть, они очень хотят фит. Подписывайтесь на все наши ресурсы и ждите следующих выпусков беседки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok